Давайте сначала лекция, сравнительный анализ инфляции РБ и ЕС, да, и можно еще даже добавить, насколько я понимаю, вы будете об этом говорить, страны Балтии и Польша, да, там будут фигурировать у нас. Да, будет немножко фигурировать. И прогноз такой, ну, как бы, наконец. Слушаем вас. Ну, история тут достаточно несложная, можем показать нашу первую красивую картинку с инфляцией ЕС. Да, в ЕС и в Беларуси, вот видно, как она росла, видно, в связи с чем она росла в Беларуси и в странах ЕС, вот там видно составляющая первая, это ковидная составляющая, это когда правительство стран Европы и в том числе США раздавало людям деньги, чтобы они дома сидели, потом что-то случилось и резко инфляция выросла. Вы можете обратить внимание, что-то в 2021 году внезапное такое произошло. Ну, и что касается той инфляции, если мы говорим про ЕС, то она, безусловно, вызвана ростом цен на энергоносители в первую очередь, ну, и накопленным эффектом, в том числе, от инфляции, связанной с раздаванием денег в рамках поддержки людей ввиду ковида, собственно говоря. А где, простите, я буду сразу задавать вопросы, просто это любопытно так для себя, а где эта связь между тем, что правительство раздает деньги, люди сидят дома, они же все равно заказывают онлайн, там, доставки, еще что-то, они все равно что-то покупают, что-то едят. И вот люди раздают им деньги, и эти деньги уходят потом куда? В экономику. С чего вдруг инфляция расти? Объясните. Да, безусловно, в экономике становится больше денег, с одной стороны, если вы людям выдали эти деньги, а с другой стороны, меньше товаров, потому что эти люди дома сидят, эти товары не производят, а где-то заимствуют. Ну, и, собственно говоря, когда у вас денег становится больше, товаров и услуг меньше, то растут цены, это то, что называется инфляция, да, абсолютно. Да, один из самых простых способов разогнать инфляцию, это вот раздать денег, неважно кому, госпредприятиям какие-нибудь дешевые льготные кредиты выдать, или просто людям раздать денег, повысить зарплаты, пенсии, все что угодно, пособие, да, то есть, ну, все это вызывает инфляцию. Другое дело, как вы это делаете, то есть, какая у вас политика, если, условно говоря, вы такими методами боретесь с какими-то чрезвычайными ситуациями, ну, вот, например, как была пандемия COVID, то это понятно, вам надо людей поддержать, тут уже, как бы, что называется, не до красивых экономических показателей, людям надо что-то покушать, поэтому, что называется, инфляция получается такая, с которой придется мириться. А другое дело, когда вы, вот, мощный хозяйственник, когда вы, там, закончили какую-нибудь агроакадемию, знаете, что денег можно нарисовать, если их не хватает, и начинаете раздавать пенсии, начинаете кредиты раздавать, инвестиции государственные раскручивать. Вот, вот, вот это вот совершенно другая история, и мы, вот, в том числе по этим графичкам видим разницу этих историй, если, вот, в Европе инфляция выстрелила, а потом, опять же, мерами Центробанка и мерами Минфинов стран она сократилась, то в Беларуси, вот, совсем другая история. Там, не такой пологий график, там более резкий график, такой резкий взлет, потом резкое падение, да. Это потому, что жесточайше было, приказано, да? Да, да, вот там, где резкий спад, это жесточайше приказано, и оно пошло вниз. Вот, начали ручками регулировать цены, вот, и оно жесточайше стало падать. Европейцы так испугались, это жесточайше, что у самих тоже вниз пошли, ну, как будто, вот, прям так это все работает. Эхо, эхо диктатора. Да, европейцы в тот же момент тоже начали бороться с инфляцией, но совершенно другими методами. Они не устанавливали пороговые цены, они снижали, чаще обычно снижали НДСы всякие, если помним, вот, они повышали ключевые ставки, если, опять же, вспомнить. То есть, они пытались всячески, с одной стороны, сократить количество денег в экономике, чтобы, ну, как мы с вами уже выяснили, их было поменьше, и, соответственно, цены припали. С другой стороны, на какие-то очень важные товары снизить цены за счет снижения НДС. Вот, в общем-то, разница стратегии, она такова. Ну, и что в итоге мы имеем? В итоге мы имеем, как бы, управляемую ситуацию в странах ЕС, и в Беларуси вот этой водохлорки срочным регулированием, и мы видим, как она снова, эта инфляция, выскакивает в ноябре. Вот, ну, опять же, мы видим, что пытались держать эту инфляцию, сбивать год к году, вот, но она все равно откуда-то лезет. Откуда-то лезет, понятное дело, откуда. Предприятия не получают достаточно выручки, достаточно прибыли, они становятся убыточными, они не могут производить новый цикл товаров, запускать. Именно поэтому приходится либо отпускать цены, либо закрывать любое производство. Скажите, меня сейчас слышно нормально? Слышно, так чуть-чуть трется микрофон, и сейчас была вот эта... Дрель, дрель, вмешательство. Да, кажется, соседи решили немного отремонтировать. Свою квартиру. Ну, я надеюсь, что они будут не очень часто запускать эту дрель. Ну, в общем, ситуация такова, что, с одной стороны, держали, держали, держать дальше нельзя, с другой стороны, конец года. В принципе, можно цены немного отпустить, потому что среднегодовой индекс потребительских цен за два месяца не очень сильно отыграют, ну, и ВВП не очень сильно припадет. А мы с вами знаем, что в формуле роста реального ВВП там знаменатели индекс потребительских цен. То есть, чем больше инфляция, тем ниже ВВП. Такая вот у нас с вами история, да. Хорошо. Ну, и, как вы уже сказали, в ноябре все пошло вверх, и следует ли ожидать, что этот график продолжит свой рост, а европейский, да, пошел вниз, я так понимаю, и как-то вот... Каков прогноз? Каков прогноз? Ну, что касается прогноза, все независимые институты и все международные организации видят приблизительно такой ценовой навес около 15%. То есть, вот 15% инфляция – это то, что должно отыграться в Беларуси еще, да. То есть, то еще, что не отыгранное. Ну, а что касается ЕС, опять же, если не будет каких-то внешних факторов, эксцессов, ну, не знаю, Путин там объявит всеобщую мобилизацию и нападет, не знаю, там, на страны Балтии, например, да. Что-нибудь, если вот такое не произойдет, то она уйдет в такие управляемые параметры, около пары процентов, там будет 1-3%, и, собственно говоря, Европа будет жить, как жила до ковида и до всех этих событий. Спокойно, сыто, зарабатывая, ну, и развивая свою экономику. Что, кстати, очень важно в этом процессе. В Европе пойдет долгосрочный рост, потому что инфляция уйдет в адекватные управляемые параметры. В Беларуси этого не произойдет. Почему? Потому что вот это закручивание цен, оно чем обернулось? Оно обернулось тем, что у предприятий нет выручки, у предприятий и у бизнеса нет денег на инвестиции. Они просто следующий цикл инвестиционный запустить не могут на собственных деньгах. Вот, а если туда государство начнет наливать деньги, то попрыг инфляцию. В общем, ситуация патовая. Еще сверху ценовой навес. Может быть, я упустил, вы сказали или нет про конкретные цифры, там, не знаю, начало года, ближе к весне. Потому что вот по графику, судя, там доходило после начала войны до 18 с небольшим процентом. 18,5, по-моему, была инфляция. Сейчас мы видим, что 8,5 уже мы преодолеваем эту отметку. Я не знаю, в перспективе там ближайших полугод, трех месяцев. Именно в цифрах, что это может быть. Очень сильно зависит от того, как будут мерить эту самую инфляцию. Повторюсь, ценовой навес около 15%, от 10 до 15. Но опять же, если мы говорим про инфляцию, про структуру, то можно же мерить инфляцию на те товары и на те услуги, цены, на которые ты контролируешь. Но не те товары и те услуги, которые покупают люди. Проще говоря, там, какое-нибудь социальное молоко, там, регулируется цена, не знаю, с жирностью 1%, но его никто не покупает. Либо потому, что его нет, либо потому, что его не хотят покупать. А вот то молоко, которое цена не регулируется, с жирностью 3%, на него цена попрется. Вот так, собственно говоря, по всем услугам. У нас там есть следующий график, можем глянуть. Как раз пройдемся по структуре. Первый график – это будет разброс инфляции по странам Балтии в среднем ЕС. Вот можно посмотреть, насколько страны Балтии страдали больше, чем ЕС в среднем. Это, опять же, связано с тем, что экономики маленькие, связано с тем, что очень сильно зависимы от энергоносителей российских. И, опять же, очень связано с тем, что раздавали достаточно много денег во время ковида. Ой-ой-ой, больше 25% у Эстонии, да? Да, да. Вот именно таким небольшим странам им тяжелее всего переживать кризисные моменты, потому что там, условно говоря, даже небольшие шоки, они очень сильно бьют, что называется. Ну, та же Эстония и Латвия, и Литва, они же все на российском газе, на российской нефти сидели. Все это время выстрелили цены на энергоносители, начали санкции. Ну и, собственно говоря, у них поперла инфляция, то, что называется, импортированная. Это не потому, что там правительство деньги очень часто, много стало раздавать, а именно причина в том, что война началась, ну и где-то там еще ковидные эти истории отыграли. А в среднем по ЕС все гораздо ниже. Ну и наш последний график, он тоже очень интересный в том смысле, что он показывает нам структуру и ручное регулирование. Вот если посмотреть, там две таких черты, это продукты и товары, там цены выросли резко и резко спали, а если посмотреть на услуги, там были пологие графики. Это вот эффекты ручного регулирования. Если мы говорим про продукты и товары, то здесь цены регулировать сложнее. Почему? Потому что здесь очень большой фактор импорта, импортированной инфляции. Проще говоря, вот сейчас в России тема там яиц очень актуальная, да, или там куриного мяса, да. Мало кто знает, что там вот куриная индустрия, это куриное мясо, куриные яйца, это все на самом деле не столько сельское хозяйство, сколько промышленность. То есть это не история про то, что курочка бегает, зернышко клюет, а то, что курочка сидит, ее колют всякими антибиотиками и кормят всяким соевым шротом, рыбной мукой, в общем, высокобелковой пищей. Для чего? Для того, чтобы, ну, скажем так, за минимальный срок эта курочка набрала максимум веса. А чтобы она набрала максимум веса, все эти вещи нужно закупать из-за границы. Проще говоря, то есть вот чтобы килограмм курицы сделать, вам надо купить 2 килограмма рыбной муки, которую вы закупаете в Марокко, например, да, или совы ваш рота, которые вы закупаете в Аргентине. Ну и, собственно говоря, если там цены подросли, то у вас подрастет и финальная цена. А если у вас правительство такое умное, что устанавливает ручным способом цены на куриное мясо, то вы, как бизнесмен, сталкиваетесь с тем, что у вас затраты превышают доходы. Вы прекращаете производство. Вот в результате появляется дефицит, в том числе и с, например, куриными яйцами. Это что касается товаров. А если вот посмотреть на услуги, то здесь людей можно вот этими репрессивными, тоцелитарными методами, что называется, в черном теле держать. Почему? Ну а куда ты денешься, да? Вот ты ремонтируешь обувь, не знаю, зубы там, значит, людям лечишь, что-то еще делаешь, какие-то услуги. Куда ты денешься, да? Единственный способ тебе за границу что-то продать, это привезти этих самых клиентов из-за границы. Ну а поскольку в Беларусь и в Россию, ну в Беларусь так точно, клиент, поток клиентов, он достаточно сильно иссяк после 2020 года, то, ну, собственно говоря, и цены держать в данном случае гораздо проще. Пришел, проверил, наказал. Поэтому цены на услуги, они гораздо легче подвержены тому, чтобы их было можно легко регулировать. И вот мы видим, что по последним инициативам правительства Лукашенко, они там собираются регулировать цены на оказание стоматологических услуг. Вот ровно та же самая история, да? Вот есть у нас врачи, которые, по идее, должны зарабатывать нормальные деньги, но ради какого-то популизма, ради какой-то вот 7-минутной такой политической выгоды. Давайте мы этих врачей-стоматологов будем держать в черном теле, не давать им нормально зарабатывать. Никого не интересует, сколько стоят материалы, сколько стоит инструмент там и все остальное, да? Да, но особенно если мы говорим про услуги, там кроме материалов, там еще очень сильная составляющая ручного труда всегда. Либо интеллектуального, либо ручного, в зависимости от услуги. Именно поэтому вся вот эта постиндустриальная экономика, она очень дорогая по услугам и достаточно дешевая по промышленности. Вам, проще говоря, в рамках промышленности, там, айфонов наштамповать. Это не проблема, да? Потому что там нужно поставить линию и собирать, и снижать затраты. А вот разработать айфон, разработать там какой-нибудь macOS, да? Это вот вам нужны очень большие затраты именно на дорогостоящих людей. Там вы сэкономить не можете. Именно поэтому так и происходит. Вот. И это такие разнонаправленные процессы, если обратим внимание, вот в странах ЕС, в США и в Беларуси. Если там происходит изменение доходов населения, то резко дорожают услуги, да? То есть, как бы инфляция моментально отражается на сфере услуг. А в Беларуси с точностью, да, наоборот. Как бы инфляция растет, а услуги не успевают. Почему? Потому что можно прийти, раскулачить, посадить, штрафовать, заставить. Вот такая вот разница этой самой совковой экономики и нормальной рыночной экономики. На зеркале вчера появилась новость. Нацбанк пожаловался на санкции и анонсировал новшество. Среди прочего, он собирается нанести удар по валютизации экономики. То есть, банкам станет менее выгодно привлекать от населения и бизнеса валюту. И вот с этим вопрос. Означает ли это вмешательство государства в курсовую политику? Хотя понятно, что оно и так, как бы, там не покурить вышло. Но, тем не менее. Вот что вообще означает вся эта история с ударом по валютизации экономики? Расшифруйте. Ну, в данном случае это скорее способ поставить в большей степени под контроль людей и, в принципе, финансовую систему в Беларуси. С точки зрения Нацбанка, ну, история относительно оправданная. Если мы говорим в том контексте, в котором сейчас Беларусь находится, уже начинает эта история вызывать вопросы. Почему Нацбанку это выгодно? Потому что Нацбанку так проще контролировать основные параметры. Прежде всего, инфляцию. Курсовую политику – это уже дело второе для Нацбанка. Вот инфляцию контролировать ему гораздо важнее. Ну и, собственно говоря, такими вот методами Нацбанк пытается вернуть больше контроля, больше власти над финансовой сферой, над сферой обращения. Ну, а курсовая политика – это уже второстепенная история в данном случае. Она будет в большей степени зависеть от буквально граничного набора факторов. Что происходит в России, потому что белорусский рубль будет ходить за российским. Опять же, потому что это очень сильно привязано к экспорту, к импорту. То есть, как мы продаем в Россию, как Россия в нас продает товары. Нам нужно держать какое-то приличное сальдо. Плюс то, насколько будет разгоняться или не будет разгоняться история с госинвестициями, всякими модернизациями. Ну, в общем, вся эта история, если помните, с Прокоповичем, который в стройку вкидывал деньги, не обеспеченные. Да, из-за чего поперла инфляция, а потом случились и кризисы. Вот в большей степени эти два фактора влияют, нежели то, в какой валюте люди держат деньги на депозитах в банках, например. Ну, а наш банк будет действительно создавать какие-нибудь дополнительные комиссии, какие-нибудь дополнительные резервные фонды, чтобы банкам было менее выгодно держать валюту бизнеса и население у себя на счетах. Ну, и они ставили более низкие процентные ставки. А люди, соответственно, предпочитали белорусские рубли. Мы-то с вами понимаем, что эта история, она такая очень рискованная. Мне порой кажется, что гораздо менее рискованно в казино играть, чем держать депозит белорусских рублях. Потому что в казино ты гораздо больше ситуацию контролируешь, чем с ситуацией в Беларуси и вокруг Беларуси. В казино всегда можно остановиться, в крайнем случае. А в Беларуси ты можешь сказать, все, я забираю? Нет. Нет. Нельзя. Почему? А вот мы продлеваем срок вклада. Так я уже завтра... Не положено. Не положено. Все. Или забирайте, как вложили, сколько там. Сто тысяч принесли, сто тысяч забирайте. Еще скажите спасибо, что столько забрали. Да, это так. Хорошо, спасибо вам, спасибо вам огромное, Владимир, за этот экскурс в тему инфляции Беларуси и Евросоюза. Нас-то вы, конечно, обнадежили, как граждан, ну не граждан Евросоюза, но все-таки жителей этой территории. А толку? Да. Но мне нравится, что вот, смотрите, подытожила все Алиса. Все равно мы все умрем, господи. Продолжение следует...